Привет! Сегодня в студии Дигитарк у нас представитель конференции TEDxLasNamiae Кирилл Горшков. И мы, конечно же, поговорим о том, что нас ждет в этом году на конференции. Привет, Кирилл! Добрый день, Ирина! Наверное, широко рассказывать о том, что такое TEDx не надо, но все-таки вкратце, что означают вот эти вот загадочные буквы? Да, TED — это мировое движение, которое призвано объединить людей, которые хотят поделиться какими-то свежими идеями, привнести в этот мир какие-то новые вещи интересные. Ну и, соответственно, это аббревиатура TED, значит Technology Entertainment Design. Собственно, эти все темы покрыты на конференции. Если говорить о TEDxLasNamiae, это местная русскоязычная конференция в формате TED. И вот это вот такая самая главная особенность, насколько мы уже несколько лет сотрудничаем с конференцией и поддерживаем ее. И, насколько я понимаю, основная особенность у нас всякого рода конференций TED проводится в Эстонии, но это единственная, которая идет на русском языке, даже если это не родной язык для спикеров. Да, так и есть. Это основной упор. Мы этим хотим показать, что в Эстонии достаточно русскоязычных людей или людей, которые могут говорить по-русски, у которых есть интересные мысли, есть свежие идеи, которые нужно услышать всем и каждому. И да, это, наверное, одна из наших особенностей русский язык конференции. Но я хочу отметить сразу, что мы также ведем трансляцию с синхронным переводом на эстонский язык. То есть наша конференция не ограничена только русскоязычной публикой, но на нее может прийти каждый желающий, кто живет в Эстонии. Я бы сказала, что это еще одна такая особенность, не выделиться в какое-то отдельное русскоязычное течение, а представить всем равные возможности, узнать чуть-чуть больше и немножечко так между общинами, ну, что-то, какой-то мостик даже перекинуть. Абсолютно так и есть. Скажи, эта конференция же уже седьмая по счету, если я не ошибаюсь. Чуть-чуть ошибаетесь. Шестая. Шестая, все правильно, да. Шестая, хорошо. И чего же нам ждать на этой конференции? На прошлый вы выстрелили, конечно, выступлением президента. Да. Который был, это выступление было для всех таким большим откровением. Керсти Калиулайт сделала большой шаг навстречу, она подготовила выступление на русском. Как вы будете перебивать эту карту? Ох, это очень хороший вопрос. Действительно, эстонского президента побороть довольно сложно в формате нашей конференции. Мы активно занимаемся поиском спикеров, поиском так называемого хедлайнера. Не буду забегать вперед, честно, пока не буду объявлять каких-то сверх спикеров, да, кто мог бы, так сказать, конкуренцию нашему президенту составить. Могу упомянуть одного спикера, которого мы готовы анонсировать. Хотелось бы остальное все держать в тайне, пока что такова наша политика. Кто же, кто же вот этот вот человек? Этот спикер, его зовут Анастасия Закурдаева. Она является членом некоммерческой организации «Особый мир» и мамой ребенка с, так сказать, особыми потребностями. Вот, и она будет рассказывать о том, как работает мир и как работает человеческое восприятие, если следовать модели «дал хорошее, получил хорошее». Что это не всегда бывает так, как люди о себе задумывают, о том, не так, как это они себе представляют и как они ожидают. И единственный, пожалуй, способ с этим справиться – это просто принять это так, как есть и идти дальше. Наш мир становится все более таким гуманистическим. Мы стараемся больше внимания уделять тем, кому нужен какой-то специальный подход, какая-то помощь. Поэтому я думаю, что эта тема затронет многих гостей конференции. И на самом деле совершенно не обязательно быть президентом. Можно быть человеком с менее известным именем и рассказать что-то очень интересное. Это я из своего опыта, как такой посетитель конференции, знаю. А для тех, кто еще никогда не участвовал в TEDxLA с нами, расскажи, пожалуйста, как это происходит. То есть вот чтобы человек понял, что он не приходит и не сидит на месте 8 часов. А что это такое? Если говорить о самой конференции, как о мероприятии, у него есть своя структура. Как правило, мы разделяем речи наших участников на блоки, в которых 2-3 речи покрыто. Между этими блоками у нас есть паузы, в которых гости могут выпить кофе, пообщаться между собой, что немаловажно. Это возвращаясь к разговору о том, что нас посещает различная публика, завести какие-то новые знакомства. Также в паузах можно принять участие в интерактивной деятельности, скажем так, которую мы организуем совместно с нашими партнерами. И совместно с нашими спикерами, и какие-то TEDxLostomia интерактивные вещи приносит от себя. То есть, грубо говоря, человек, приходя на конференцию TEDxLostomia, приходит не просто слушать, он приходит вовлекаться полностью в процесс, становится частью его. И даже на что-то влиять, в общем. И даже на что-то влиять, да. Да, так как, опять же, повторюсь, наша цель основная – это создать движение, да. Вовлечь как можно больше людей и поселить в их головах идею о том, куда должен двигаться мир, что в нем есть много всего интересного, важного, нужного, нового. Ну вот ты занимаешься интерактивной частью, все больше такой технической, да, насколько я понимаю. Сложно ли это? Вот каждый год, я смотрю, что все более усложняются те штуки, которые вы предлагаете своим посетителям. Что сложнее, найти новую идею или воплотить ее? Вот, скажем, с идеями проблем нет вообще. Идеи фонтанируют. Очень сложно выбрать из всего этого множество идей, что-то действительно интересно, что-то, что, скажем, порадует и удивит наших гостей. Ну и, соответственно, воплощение в жизни. Иногда мы сталкиваемся с трудностями, которые требуют… С тем, что гравитация все-таки существует. Да, да. И не только с этим, на самом деле, с тем, что люди не умеют ходить по стенам, и с тем, что… с очень многими, да, аспектами. И приходится находить какие-то дерзкие технические решения, надоедать людям своими просьбами, обстукивать пороги многих организаций в поисках того самого нужного человека. Скажем, это такой же процесс, на самом деле, как поиск спикера. Это такой же процесс, как организация всего мероприятия. Это все неразрывно связано и является частью нашей большой работы. Это все мы ценим очень сильно. Нам всегда очень приятно участвовать в конференциях. Но теперь самое главное – дата и место. Наша конференция пройдет 6 апреля 2019 года. И да, мы наконец-то определились с местом. Пройдет это в новом торговом центре Молов Таллин Т1. Насколько наши постоянные участники осведомлены, ТДХ постоянно ищет в себе какие-то интересные места для проведения конференции. В этом году мы ничего лучше не придумали, чем пойти в торговый центр и договориться с ними. Спасибо тебе большое. Спасибо. От себя я хочу сказать, что Телия и в этот раз как раз на волне интереса к интерактивам готовит любопытную программу для тех посетителей ТДХ с ластами. Мы приглашаем всех присоединиться к нам на конференции. Заходите на страничку ТДХ с ластами и узнайте, как купить билеты. Следующая передача «Дигитарка» уже через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok